У россиян появилась еще одна возможность обезопасить свое жилье от мошенников. Теперь они могут подать заявление в Росреестр о невозможности регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Как это можно сделать, вы узнаете из следующего материала нашего выпуска. Мошенничество с объектами недвижимости является одним из самых распространенных видов преступлений. Причем страдают не только пожилые люди, но и граждане среднего возраста. И дело даже не в том, что их ввели в заблуждение, а в том, что дом, квартира или дача вообще продаются преступниками без ведома хозяина. Теперь у граждан появилась еще одна возможность этого избежать, благодаря единому порталу госуслуг. Если ранее заявители, желающие подать такое обращение, должны были воспользоваться личным кабинетом, либо обратиться в многофункциональный центр, то теперь это можно сделать с помощью сервиса, размещенном на портале госуслуг, используя при этом новый сервис, так называемый госключ. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо после авторизации на портале госуслуг в стороне ввода запроса набрать заявление на запрет проведения сделок и далее следовать инструкции. Это удобно для людей, которые уезжают, например, в длительную командировку. Но, конечно, в первую очередь это поможет пожилым гражданам. В основном, конечно, это люди преклонного возраста обращаются, либо родственники людей преклонного возраста объясняют, что защитить от мошенничества, от потери недвижимости можно таким способом. Любой человек, кто обратится по доверенности от заявителя, мы документы вернем без рассмотрения. Согласно статистике Тверского Росреестра, услуга по запрету проведения сделок без личного участия собственника в нашем регионе становится все более популярной. Только за минувший год ею воспользовались более 2100 правообладателей, что на 41,5% больше по сравнению с 2021 годом.